Народ, всем привет! Сегодня у нас новый ролик. Сейчас, подожди секундочку. Алло, да. Да не буду я больше вашу Китай рекламируйте, а то у меня все подписчики уже отпишутся скоро. Да, мы сейчас с индусами будем работать. Ладно, давайте. Ашок Лейланд, флагман холдинга Хинтуджи, является вторым по величине производителем коммерческих автомобилей в Индии, четвертым по величине производителем автобусов в мире и десятым крупнейшим производителем грузовых автомобилей. В 2006 году авиа была куплена индийским производителем грузовиков Ашок Лейланд. Освоено серийное производство нового модельного ряда Босс. Согласно сообщению с сайта фирмы, 31 июля 2013 года производство автомобиля авиа было свернуто, а завод в Праге закрыт по решению индийского руководства компании, в связи с низким спросом на грузовики в Чехии и в Европе в целом. Производство запчастей и сервисное обслуживание будет продолжено, а в случае возрождения спроса на автомобиль авиа, их выпуск будет осуществляться уже на других предприятиях Ашок Лейланд Моторс. Здорово, народ! Сегодня у нас на обзоре необычная машина, за моей спиной, которая находится. Вы, наверное, думаете, что это моя авиа. На самом деле это не так. Эта машина называется Ашок. Машина индийская. Историю вам, наверное, сейчас вот сообщение вы посмотрели. Компания авиа, то ли она продала свои права, то ли она присоединилась. И, в общем, сейчас машины эти стали производиться в Индии. Но с названием уже совершенно другим. Как мы видим, внешне они прям полностью копия авиа 120-й. Но, конечно же, у них есть различия. Прежде всего, это различия по цене и по стране выпуска. Поверьте, посмотрим, что здесь разного. Машина не новая. Машина, по-моему, с 17-го года. Здесь она стоит с 18-го года без движения полтора года. Не знаю, каким она образом сюда попала. Ее как-то привезли сюда, то ли для каких-то мероприятий. Но в итоге она тут стоит и ее сейчас, как бы, она продается. Давайте посмотрим различия. Да, сразу видим расширительный бачок. На авиа совершенно другой. Подвески, крепления кабины. Здесь тоже совершенно другая. Все напит. То ли тут, смотрите, подкрашивалось, то ли чего. Но на моей авиа здесь чуть-чуть немножко отличается. Само крепление. Я так понял, что ли копировать им нельзя все в один-в-один. Бампер такой же, в принципе, противотуманные фары такие же. Бампер даже металлический, как на моей авиа. Но больше в основном тут такого смотреть интересно нечего. Самое интересное нас ждет дальше. Ребят, двери все точности прям абсолютно такой же. Салон абсолютно такой же. Давайте первое различие. Здесь уже установлены у нас колеса 19,5. Как на всех нормальных машинах. На авиа у меня, напомню, у меня 17,5 колеса. Вот. Листы рессоры так же, как и на авиа. Тут две, два листа рессоры. Вот. Ну вот. Колеса, да. Я смотрю, здесь установлены у нас барабанные тормоза. На моей авиа тормоза дисковые стоят спереди. В принципе, чуть-чуть есть, конечно, отличия. Вот. Но не такое существенное. Ребят, давайте сразу вам скажу. Здесь уже установлен другой двигатель. Это шестицилиндровый. Вот с таким вот названием, который по заявлению представителей сделан по лицензии Хина. Но сделан он в Индии. Да, соответственно, там сделана эта машина. Вот что, ребят, с задней стороны сразу видно, что кабина другая. Вот здесь, смотрите, ребра жёдкости. Конечно, на своей авиа я вроде бы её видел. Но вот видно сразу, что исполнение другое. Вот здесь какой-то вот короб такой установлен. Я вообще, то есть, маленько не понял, зачем он тут сделан. То ли это демонстрационный, то ли это зачем. Потому что как, фургон, что ли, нам вот здесь вот тормозить? Да, ребят, тут вот коробка выпирает вот так вот. То есть, по сути, фургон мы можем поставить только, наверное, вот до сюда. Что есть не очень хорошо. Здесь шассис 7 метровый, уже в базе идёт целиковая рама. Вот, ну вот какой-то вот такой коврот непонятный. Давайте посмотрим коробку. Пока у нас тут видно коробку, что у нас на ней написано. В общем, ребят, мне сказали, тут пресс-ривист накидали по этой машине. Сказали, что коробка ZF стоит здесь, да? Но я вижу здесь надпись, она уже стёрлась, что она запись Ошок. Да, ну, может быть, так же она сделана по лицензии. Но факт в том, что здесь коробка, ну, наименование ZF я не вижу. Ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот табличка Ошоковская, так скажем, приляпана. Ну, двигатель, это у нас другой разговор. Ребят, с этой стороны также блок мочевины установлены. Посмотрите, какой бак. Бак пластмассовый. Я первый раз такой вижу. Наверное, литров, ну, на 240, на 250 точно в нём, наверное, есть. Ну, интересное решение, конечно. В принципе, вопросов нет. Дальше идём по раме. Как вы видите, рама, это вот она нанесённого было какое-то покрытие, которое со временем начинает облетать. Машина стоит уже здесь больше, наверное, года, больше полутора лет. Не знаю, ждёт своего часа. Вот, но рама, в принципе, не ржавеет, ничего, всё нормально. Как бы всё в рабочем состоянии находится. Ребят, не знаю, по профилю, ну, чисто визуально, мне кажется, что вот этот профиль лучше, чем на авиа. Ну, я могу ошибаться. Ширина рамы, наверное, пятёрка точно есть. В принципе, рама, она достаточно так добротно выполнена. Ребят, эта машина до 12 тонн, полная масса, то есть грузоподъёмность шасси, ну, 7 тонн получается. Вот, фильтр-осушитель тут стоит, без каких-то опознавательных знаков. Здоровенный глушитель, там блок мочевины, это машина евро-пятая, я так понял, с мочевиной. Вот, ну, у нас идёт уже стандартно три кардана. Вот, рама целиковая, ребят. Ну, то есть эта ширина идёт полностью на всю протяжённость машины. Пойдёмте по заднему мосту. Задний мост у нас. Задний мост, ребята, у нас, ну, мне скинул производитель, что у нас задний мост стоит Мериторовский. Ну, на Ави я визуально смотрю, мост маленько другой. Ну, и Норгачи, в принципе, также выполнены все. Ну, амортизаторы совершенно по-другому на Ави выполнены. Здесь они вот так стоят, на Ави они по-другому вообще стоят. Вот, сзади у нас листовая рессора. Трёхлистовая, малолистовая. Широченная такая, наверное, метр шестьдесят длиной. Ну, то есть эта плавность хода у машины будет офигенная. Дальше кран распределительный, ваппуска система здесь стоит. Ну, ребят, больше тут такого ничего нет. Сзади спарка, тоже девятнадцать с половиной колёса. Ну, и нормальная рама стоит. Вы посмотрите, она полностью семиметровая. Соответственно, полностью такая длина. Машина семь метров. Целиковая рама, нигде не резаная, не пиленная. Мечта, так скажем, моя. Вот, смотрим, фарту стоят. Это стандартное место, такое вот крепление. Ну, вот. Вот, ребят, обратите внимание, как называется компания, которая производит эти машины. Хунджуя Групп. Ну, не знаю, правильно я слагаю, нет. Хунджуя Групп. В общем, она делает такие машины. Ребят, с виду, в принципе, всё нормально. Выглядит надёжно. Задний стабилизатор стоит тоже. Очень большой плюс. Я, в принципе, проблем не вижу. Но, опять же, многие боятся, как это дело будет ходить. Да вообще, никто не знает про эту машину. Я сам о ней недавно узнал. Мне написали тут ВКонтакте. Владимир, мы там смотрели ваши ролики. Вот есть такая машина, копия ави. Не хотите ли купить по отличной цене? Я смотрю, прям на фотках в один-один. И вот так вот заинтересовался, и вот попал сюда, так скажем. Давайте посмотрим, что у нас с задними тормозами, ребята. Как они сделаны. Задние тормоза у нас тоже барабаны. Задние тормоза барабаны. На ави у нас дисковые тормоза. Видать, сделано это все для удешевления конструкции. Давайте самое интересное посмотрим. Это двигатель. В общем, ребят, здесь установлен 6-литровый двигатель. Мощность у него 230 лошадиных сил. Точнее, 5,7. Называется он А6Е5СД. 165. Как мне сказали, он сделан по лицензии Хино. Да, ну, я, конечно, с Хино редко связывался, но вижу, конечно, тут, наверное, навряд ли вот производитель Хино сделает вот это вот. Смотрите, это масло, что ли, у нас, да, щуп смотреть. Не в очень таком месте сделано. Хотя, хрен с ним, лишь бы он ходил. В принципе, ребят, 6-литровый двигатель, это то, что не хватало ави. По идее, к этой машине можно сделать фаркоп и использовать ее как паровозик. Сейчас очень знаю много людей, которые разочаровались в газонах НЕКС, так как паровозики из них делают не очень хорошо, и они ходят там не очень долго и хотят купить КАМАЗ. Но КАМАЗ, ребятки, стоит под трешечку. Соответственно, многие чешут репу, стоит или смысл. Вот эта машина с этим движком будет отлично тянуть и сцепку, и 7 тонн возить, вопросов нет. Как раз у ТАВИ не хватало чуть-чуть мощности. Она у нас, по-моему, 180 лошадиных сил, да? Но там четырехцилиндровый КАМЕЗ. Здесь вот этот вот чудо-двигатель, который произведен по лицензии Хина в Индии. Размер, конечно, его впечатляет. Посмотрите, какая вот эта вот здоровая штука, и посмотрите, какая вот маленькая коробка. Да, я что-то прям смотрю, и двигатель, наверное, чуть ли, смотрите, наверное, раза в три больше, чем коробки. Маленько мне как бы это, пропорции. По-моему, на Ави там коробка намного мощнее. Вот, ну, здесь признаки Хиновского движка есть. Но опять, ребят, никто не знает, как он будет ходить, сколько он будет ходить, есть ли на него запчасти и так далее. Но я уже узнал, запчасти сказали, вроде бы, есть. Но, как вы понимаете, таких машин еще привезено не очень много. Продаются они редко, так скажем. Но, ребят, цена... Мне вот говорят, Владимир, покупай вот эту машину, мы тебе вот это шасси отдадим за миллион восемьсот восемьсот восемьдесят. Блин, я такой, а что сейчас миллион восемьсот восемьдесят? Шасси газона Next. Джак, фотоны, два семьсот стоят. На миллион практически, да? Но опять же, мы здесь вообще кот в мешке, да? Мы не знаем, как вот будет двигатель ходить, как будет коробка ходить. Вообще не знаем, что там в колесах, какие там подшипники, запчасти, колодки и так далее. Ну, рессоры, я думаю, что, в принципе, они от Ави должны подходить. Там примерно такие. Ну, вот это вот хорошо сделано. Ребят, здесь вообще вот много листовая рессора. Вот я опять вернусь. Лист очень большой, то есть машина, она максимально комфортна, максимально плавна. Кабина, посмотрите, тоже на амортизаторах стоит. То есть она, соответственно, должна плавно идти. Это, как говорится, не наши китайские друзья, которые, так скажем, дубовые. Но вот опять вопрос к движку. Я думаю, если бы на этом машине стоял Каминс, блин, и коробка ZF, которая вот идет в оригинале, ну, я не спорю, может быть, вот тут коробка ZF, но вот, ребята, вот смотрю, ну, не вижу я ни шильдиков, ничего. Вот табличка и вот этот логотип Ашока. Вот. То тогда бы вообще, наверное, она продавалась здорово. Но, с другой стороны, отдадим, как говорится, должное индусам, что они делают такие машины, да, нашим производителям, конечно, еще учиться. Они не выдумывают. Максимально что-то тут удешевили, поставили свой двигатель, а мы до сих пор не можем нормальный двигатель заработать, шестицилиндровый. Вот, а так, в принципе, это, ну, практически копия авиа. Ну, вот на форуме я уже разместил авиа, и вот, вот эту фотографию там все, да там все не такое, все сделано стрёмно и так далее. Я смотрю, в принципе, визуально, ну, рама нормальная сделана с запасом. Движок, блин, запас мощности тут, ну, я не знаю, и он такой объем здоровенный. Мы их сейчас, к сожалению, не можем завести, потому что аккумуляторы сдохли, аккумуляторы здоровые. Нас тут так пригласили, чисто снятие, мы, как бы, людей не будем напрягать, по-быстрому снимем, и, как говорится, проварим. А вообще машина очень интересная, я, принцип понравился мне. По сути, если сюда установить шасси, это сколько, плюс 1300, ну, 2100, машина встанет. Ну, ребята, это 7 тонн грузоподъемность, нормальная, по ПТСу, понимаете, не вот то, что наш. Как говорится, весовой контроль не дает нам жить спокоя, все эти вот, так вот, ужесточаются. Посмотрите, что это такое за штука, я не знаю, вот это вот, что это такое, интересно, волосатые, мохнатые. Какой-то, я не знаю, это то ли от вибраций, то ли от чего. Насос он стоит, ТНВД, да? Я так понял, не вижу какое-то обозначение, ну, в бошевской табличке. Не видно, ну, ребят, конечно же, видно, что сделано так вот, ну, так скажем, под топор чуть-чуть. Где-то так вырублено, где-то вот фаски неровно обработаны. Видно, конечно, что не вот так дотошно делают, как европейские производители. Но вот что вот внутри, вот здесь вот самое интересное, сколько здесь заложен ресурс. Мы видим, что вот здесь вот, видите, чуть-чуть у нас уже сопливится какой-то датчик. То ли это из-под форсунки, то ли это откуда. Вот, я не знаю, может быть, не протянуто. Конечно, тут предпродажку, наверное, никто не проходил, и никто ничего не знает. Ну, вот, ну, а так, установлены вот фильтры. Вот, смотрите, это топливный, что ли у нас нахуй, а нет, это сепаратор. Сепаратор тоже какой-то фирмы непонятный установлен. Радиатор, в принципе, как на Ави, чуть-чуть он вниз так и сделанный. Ну, мы видим уже чуть-чуть рыжики, да, тут пошли. Ну, кабина, вот, посмотрите, то есть она какой-то, как будто пенкой пропенена. Ну, в общем, с виду, с виду ничего, ребят. Завести бы, конечно, этот чудо-агрегат, прокатиться на нем. Вот, ну, давайте еще раз проведем плюсы. Рама цельная, 7-метровая, колеса 19,5, биржок 6-литровый, 230 лошадиных сим, точнее 5,7 миллилитров. И полная масса машин 11900, и грузоподъемность в районе 7-300 килограмм, это шасси, мы говорим. Давайте, может быть, поддержим лайком и, может быть, обратимся к компании Ашок, да, она называется, чтобы мы, желание, выделили на тест-драйв нам машину, чтобы мы хотя бы поэксплуатировали месяц. Я думаю, многим интересно будет вот эту вот машину, потому что, ну, цена на данный момент, машина очень хорошая, вот, и если и качество такое же, точнее, как цена, хорошая, в принципе, машину можно брать. Вот, ребят, пока вот такой вот небольшой ролик, рассказ, вот, но вот обратите внимание, да, вы заметили, вот этот короб стоит, вот, то есть у нас, по сути, кузов, короб у нас практически закрывается вот до сюда. Видите, вот полезное пространство, вот, у нас только до сюда, по сути, вот здесь такой вот сантиметров 20 будет расстояние между фургоном и вот этой вот штукой. Тоже не очень хорошо, но я так понял, это потому, что, ну, не влез двигатель под кабину и решили сделать вот такой вот короб. Ну, конечно, по-деревенски все сделано, но вот эти вот мощные машины, я знаю, что любят индусы, они там, блин, возят, перегруз, конечно, дикий. Ребята, обратите внимание на эти вот игрушечные ресиверы, да, это что такое вообще? Тут вот должны вот такие вот дверьшим балдюзом стоять, а это что такое? Я так понял, это на каждый контур, что ли, да, у нас каждый ресивер, на каждый тормозной контур. Ну, не знаю, говорить не буду, вот это вот висячка висит, в принципе, все тут затянуто, но, конечно, это не дело. Зимой это все у нас будет тут налипать, замерзать. Конечно, все сделано просто, да, без всяких тут выеживаний, да, тут, ну, проводка проведена, да, кстати, качество проводки. В принципе, я не вижу тут все в гофрах, вообще проводка практически не видно визуально, в принципе, ничего. Вот покрашено так же, смотрите, то ли они подпыляли кто-то, то ли чего-то, предпродажку что-ли готовили, вот. Даже вам не знаю, что еще рассказать, вот смотрите, кардан, кардан, нормальный диаметр, крестовина стоит. Конечно, бы вот информацию бы узнать, в чем именно вот, что именно от Ави осталось, а что именно от Ашока. Ну, я понял, смотри, конечно, я вот примерно смотрю, что кабина, то копия авиа, рама максимально похожа, рессоры похожи, вот, и все остальное, это вот, это вот, Ашоковская. И название, конечно, для нашей России, Ашок Лейланд. Ты на чем работаешь? На Ашоке Лейланде. Звучит интересно. Вот, ребят, ну вообще, вот посмотрите, да, вот сейчас вот план такой возьмем, вот размер коробки и размер двигателя. Двигатель, наверное, раза в два с половиной больше, чем коробка. Тоже вопрос, интересно, как ты будешь уходить, но мы видим, что у нас все здесь на тросиках, да, на тягах, точнее, нет, на тросиках. На тросовой кабине, как, в принципе, и на авиа. Пойдемте снимем, что в салоне, будем закругляться. Ребят, тоже вот турбина стоит, фирмы, непонятно, не вижу какой. Посмотрите, как выполнен подвод воздуха к интеркулеру. Здесь патрубок идет небольшой, здесь труба металлическая, еще один патрубок идет к интеркулеру. Что-то система такая, конечно, ниппель, если честно. Ребят, ну кабина практически копия авиа. Единственная панель приборов, тут более современная такая табличка, но мы не можем, у нас аккумулятор сель. Смотрите, магнитола стандартная, тоже Ашок Лейланд. Шестиступенчатая коробка, спальни, к сожалению, нет на этой машине. Ну, как и на авиа, я сделал, чтобы раздвигалась вот так вот сидеть. Здесь у нас, здесь у нас ручник. Все примитивно, на авиа, даже вот эти кнопочки у меня есть, работают тут. А, тут вот горный тормоз, я не знаю, тут, наверное, круизы контроля даже нет. Все, вентилятор. Больше ничего, ну, в общем, простенько все, ребят, простенько. Вот табличка какая-то лежит. Ой-ой-ой-ой, да. Хун-чу-я групп. Ну, конечно, индус. Свет у нас не работает, так как нет электричества. Это у нас, смотрите, ручные стеклоподъемники. Руль копий на авиа. Смотрите даже, ребят. Да, конечно. Без комментариев, я думаю. Вы знаете, хотели бы максимально приблизиться к авиа или максимально удешевить вот эту вот конструкцию индусы. Да, ну, видно, что-то так вот не закончено, так где-то вот так сделано, так примитивненько, ну, немножечко непродуманно, особенно вот там вот подкапотном пространстве. Ну, в принципе, ребят, ничего. Сиденье уже здесь не на пневмо, сиденье здесь на подвесе. На авиа у меня сиденье на пневмо. Вот, обратите внимание, что здесь вот отсутствуют вот эти вот, как называется, пластмасски, которые закрывают. Ну, я не знаю, куда они делись, конечно. Но странно, что их нету. Может быть, центральный замок даже здесь есть. Крыша как-то, у нас тут натянута, интересно. Ребят, в принципе, за такие деньги, конечно, что это сейчас машина стоит, это, в принципе, нормальный вариант. Даже вот тут с тем же, с нашей техникой, с КАМАЗами не сравнится. Как бы кабина вот была со спальником, да, на авиа есть кабина, с таким охрененным спальником продавались раньше, и шасси 8-метровый. Это вообще была бомба, блин. В те времена, когда я еще в 12-м году хотел купить, она стоила 2,5 миллиона, я думал, дорого. А сейчас, блин, жалею. Но сейчас почему-то у Тави уже, видать, не производит, что ли, в Чехии. Я не знаю, какие там у них проблемы, не вникал в это дело. Но вот делают такие вот аж шоки. Так, интересная машина. В принципе, вот за такие деньги, я думаю, реально купить. Но, опять же, вопрос эксплуатации. Так что, если вас заинтересовала, ребята, эта машина, давайте попросим, все вместе в комментариях, чтобы фирма вот эта вот индусская нам дала на тест-драйв, чтобы мы покатались и посмотрели, как движок тянет, как и так далее. Вот. Или, может быть, скинемся с подписчиками, купим одну на тысячу человек. Для эксперимента. На чем-то же нужно работать. А то, что-то все производители цены стали задирать. Ну, ребят, спасибо фирме Автомобили Индии из города Екатеринбург за то, что нашли вот эту машину у нас в городе Нижний Новгород и нам предоставили для съемки на территории АМЗ. В общем, давайте не будем мы тут напрягать народ. Но его вдруг, вовольте, пригромилась эта машина. Контакты вы найдете в нашей группе человека, кто продает ее. В общем, ребят, спасибо всем, пока. Интересный такой аж шок получился.